Я хотела сказать огромное спасибо предыдущему докладчику. Вот два буквально комментария по поводу огромного, большого централизованного ресурса. Пациент с меланомой, ему будет интересно проблемы пациента с колоректальным раком? Здесь все-таки я много вопросов занималась, историей про то, как происходит информирование, и почему люди идут, и каким образом они принимают решения про то, почему верить, куда следовать. И здесь, к сожалению, рак – это тысяча разных диагнозов, и мы не можем, например, точно так же, как у пациентов с инсультом, например, одинаковые проблемы. У пациентов с раком очень разные проблемы, поэтому вот такая вот, как бы не хотелось бы, чтобы это было, но, наверное, все-таки оно должно больше заужаться и отвечать интересам конкретных групп пациентов. Вот, например, мы наблюдаем очень интересную историю, надеюсь, завтра вы сможете посмотреть, история по женщинам с раком молочной железы, и на самом деле мне удалось их убедить, что можно расшириться и на гинекологические раки. Они вот уже группируются, пациентки, и очень хорошо друг друга поддерживают. Это программа равных консультантов, которые, на мой взгляд, очень интересны. По поводу секции молодых ученых. Я вернусь немножко, я очень извиняюсь, что мы не слышали сначала, но я хотела сказать, очень здорово, что такая секция есть, потому что мы вообще слово и вообще все понимание того, что онкопсихология – да, это область клинической психологии, и ее необходимо развивать. И мы уже в этом году у нас будет 11-й съезд онкопсихологов ежегодно, мы его проводим. И мне очень нравится, и я очень рада, что на таком форуме вообще-то есть секция молодых ученых, которая занимается именно психологическими проблемами онкологических пациентов. Это очень круто. Так что я очень рада, что вы есть, и, пожалуйста, эту тему нужно развивать. К сожалению, не все доклады сегодня послушала, но, пожалуйста, если у вас есть о чем рассказать, если у вас есть опыт, привозите, пожалуйста, в Москву в ноябре. У нас съезжается 250, по-моему, в том году было участников, из, по-моему, чуть ли не 70 градусов. То есть все специалисты России и ближайшего зарубежья съезжаются, и очень такая благодарная обмен информацией. Вот Марина Валерьевна участвует, Маргарита Валерьевна тоже участвует. По поводу… Завтра у нас будет доклад на секции по онкопсихологии и доклад на пациентской секции, секции именно про «Ясное утро». Приходите, мы расскажем. Коллеги, еще раз повторюсь, Ольга Гольдман, директор «Ясное утро». Может быть, кто-то из вас раньше знал «Со-действие», «Со-минус действие». Да, это преобразование этой организации. «Ясное утро» – это такая передовая организация в цели поддержки и онкологического сообщества, и онкопсихологов. У нас почти 40 тысяч обращений в год на горячую линию. Вот мне было интересно посмотреть, даже сфотографировал список ресурсов, на которые онкологические пациенты. Вот 150 человек, которые ответили на этот вопрос. Если бы это был, может быть, другой блогер и другая аудитория, может быть, другого возраста, другого пола, наверное, результаты были бы другие. Но, тем не менее, у нас очень широкий охват, и одна из моих задач и моя миссия заключается в том, чтобы иметь возможность этому пациенту подсказать, какие сервисы есть у него в городе. У нас около 30% обращений из Москвы просто потому, что у нас там есть специальная программа по Москве, где они нам бесплатно счеты в городе с номером телефона выставляют. В Питере около 10% звонит. То есть у нас сейчас, конечно, есть запрос, и мы с тобой об этом знаем, что у нас есть запрос на очную программу в Питере. Люди до этого дозревают. Денег, конечно, у пациентов на психологическую работу мало или практически нет. Но с системной работой, вот, не знаю, может быть, послушаю, слышу что-нибудь на эту тему. Про системную работу, но, наверное, завтра на сессию онкомпсихологии будет довольно широко представлена системная работа. Напомню, что стационарным пациентам системную помощь психологическую в НИИ Петрову, например, оказывают бесплатно психологическое сопровождение. Ну, так же, как и в хосписах, и вообще во всех организациях, которые вы видели на экране при вступительном условии, психологическая помощь в стационаре всегда оказывается бесплатно. Другое дело, что амбулаторный прием, конечно же, ведется платно, но это цены гораздо более низкие, чем если бы люди обратились к частным специалистам. И что на самом деле выгодно отличается Санкт-Петербург от Москвы, где у нас закрылась последняя отделение психотерапии, которая обслуживала и онкологических пациентов в декабре. У нас больше нет ни одного отделения, где гонкопсихологи внутри стационаров, консультирование бесплатно. Это огромная проблема, которую Москва пока не готова решать. Поэтому мы видим, что у нас другие города... У нас нет выделенных психологических стационаров. У нас, например, в Бехтере, насколько я знаю, не выделяют онкологическую нозологию. Наш путь – это представление штатных специалистов на местах онкологических учреждений. Но, к сожалению, Москва у нас сократила всех медицинских психологов во всех стационарах Москвы. Поэтому мы стараемся. Мы, как третий сектор НКО, конечно, между бизнесом и государством пытаемся заткнуть эту дыру, но это, конечно, нереально, потому что только в Москве 300 тысяч пациентов, по стране 3,5 тысячи миллионов пациентов, да, сколько бы мы ни могли, своими силами, там, и 30 тысяч, 40 тысяч абонентов. Это все, конечно, по сравнению с количеством людей, которые болеют, нереально. Поэтому, конечно, работа на местах должна быть. И это очень здорово, что вот в Петербурге... Сейчас я слышу раз, два, там, сейчас еще пособираю информацию, принесу своим консультантам про просто спросить маленький комментарий. Буквально на следующей неделе, на прошлой неделе мы договорились с тем, что мы сотрудничаем, и пациентов, у которых есть медицинские вопросы, будем направлять просто спросить. И у нас получается полный цикл для человека, который обратился за психологическую помощь, но у него есть медицинские вопросы, мы договорились, что просто спросить наших абонентов будет обслужен. Поэтому... Ты имеешь в виду, что и медицинская помощь, будет консультирование по телефону, также на горячей... Мы будем маршрутизировать, просто спросить, мы об этом... А, просто спросить, это организация, да, простила? Мы маршрутизируем, просто спросить, мы убедились в том, что там аутичная, никаких поборов с пациентов нет, соответствует нашему пониманию того, как это должно быть, поэтому мы очень готовы сотрудничать с организациями, в общем, довольно интенсивно и активно это делаем, поэтому проявляйтесь, пожалуйста, пишите, рассказывайте о себе, и я вот приехала специально посмотреть, что происходит. Спасибо огромное, коллеги, ваши аплодисменты, и, может быть, вопросы? Ольге Гольдман. Ну, я думаю, что все вопросы... Да, есть вопрос? Да, пожалуйста. Я... Наверное, не совсем вопрос, я просто тогда представлюсь. Я много лет занимаюсь, являясь онкологом, так жизнь сложилась, что я занимаюсь реабилитацией пациентов, онкологического профиля уже много лет. Я сама из Беларуси, из Минска, и что хочу сказать? Психологическая помощь, да, хороша, но пока вот я слушала, я сюда не первый раз приезжаю. Основная моя цель, конечно, это завтрашний день, но сегодня я попала сюда. Ни о чем не жалею, и, соответственно, что еще хочу... ну, мысль свою высказать. Стала сталкиваться с тем, что некоторые пациенты онкологического профиля после лечения начинают делать себе татуировки. У женщин, понятно, при мастектомии, при установке имплантов, татуировка молочной железы, косметические, ладно. Но когда я с некоторыми общалась, я поняла, что почему-то эти люди свои психологические нюансы и проблемы фиксируют этими разноцветными татуировками. Понимаю, что никто, наверное, этим не занимался, но я на это обратила внимание. И мои коллеги, с которыми я так или иначе общалась, я общаюсь, которые работают в основном с патологией кожи, они обратили внимание. Там татуировки с той половины тела, где татуировка агрессивного характера, через несколько лет, у кого-то 10 лет после нанесения татуировки, у кого-то через более короткое время, на этой половине тела возникают проблемы онкологического профиля. Парадоксально, но я не знаю почему. А можно мы не будем... Можно я ответить? Кринитивные ошибки, вот понимаете, вы видите 2 или 3, и может быть вы что-то связали, да? Есть ли исследования на эту тему медицинского характера? В том-то и дело, это наблюдение докторов, непосредственно, которые работают с этими пациентами, приходят с меланомами, рак кожи и так далее. Поверьте, это наблюдение даже не третьего десятка лет. Напишите, пожалуйста, научную работу на эту тему, защитите ее перед своими коллегами-онкологами, и мы тогда к психологу начнем с этим работать. Честно говоря, я просто такое количество слышу убеждений, каждый человек себе набирает за свой опыт, которые нельзя, и в общем-то, на мой взгляд, опасно, я очень извиняюсь, транслировать дальше. Давайте аккуратно с этим. Вот в том-то и дело, что, учитывая, что здесь очень узкий круг заинтересованных людей, которые хотят помочь пациентам онкологического профиля и стараются это делать. Поэтому я и позволила задать себе, ну, может быть, идею какую-то, и озвучить вот это наблюдение только в этой самой маленькой по объему и площади, аудитории. Вот. И поверьте, эти «Белые ночи» я посещаю с первого форума. И только сейчас я позволила себе это задать. Давайте мы об этом поговорим. Можно я прокомментирую? Все-таки сначала стоит начать с психологических аспектов. Во-первых, можно ответить на вопрос, а почему они это делают? Ну, замечено, ну, например, мной в работе замечено, довольно много источников литературы есть на этот счет, про то, что пациенты, которые более лекситимичны, то есть пациенты, которые менее всего способны распознавать и выражать свои переживания, эмоции, они склонны наносить себе при острых травматических ситуациях, при острой, словно говоря, психологической или психической боли, склонны наносить себе увечья. В более социальном плане это татуировки. Часто пациенты после процесса лечения травмируются, если они не способны эту травму проработать ни с кем-то, ни самостоятельно адаптироваться к тому, что с ними произошло. Они могут себе в качестве каких-то символов или знаков наносить татуировки. То есть это может быть вот таким психологическим аспектом, который, собственно, мы не можем отнести ни к норме, ни к патологии, так есть. В этом нет ничего страшного, пусть так будет. По поводу медицинских аспектов, я не эксперт, но татуировки точно дают иммунный ответ, как местный, так и общий иммунный ответ. Но такого, чтобы, например, я наблюдаю пациентов довольно долго и после лечения, и в процессе лечения, такого, чтобы вот конкретно у каждого пациента возникал рецидив на месте татуировки и так далее, ну, такое не наблюдается. Иммунная реакция есть. Соответственно, иммунная реакция может записать какие-то другие последующие процессы, но это действительно нужно наблюдать и изучать. А проблемные вопросы поднимать вот на таких секциях, ну, почему бы и нет? Потому что хотя бы в контексте клинической психологии это довольно интересно. Это способ переживания. И это способ защиты тоже. Ну, это уже потом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...